Привет, ребята! Я Саша Жучкин и рядом со мной всеми любимый Илюха Попов. Здорово, Илюха! Здорово! Давай, Илюха, оправдывайся, где ты пропадал. У меня хорошие новости. Теперь у меня на работе на заводе новая должность. Я смотрящий за картоном. Серьезно? Да. Еще из новостей. Я решил поменять стиль. Я почитал очень много комментариев на тему того, что я как-то так не очень, чтобы сильно круто одеваюсь. Поэтому вот в обновках теперь весь. Мне этот стиль посоветовал мой начальник Иван Георгиевич. Ему 70. Илюха, сегодня я тебя позвал для того, чтобы ты попробовал еду от Ольги Бузовой. От кого? От Ольги Бузовой. Охренеть, что реально? Ты что, она сама все своими золотыми рученьками делала? Вот практически. Как тебе удалось-то? Ну что, Илюха, начнем с собой с пиццей. Я, честно сказать, ребят, сам никогда не пробовал еду из ресторана Ольги Бузовой. Поэтому для меня это будет тоже некое открытие. Ну что, Илюха, как думаешь, как выглядит эта пицца? Я уверен, что она такая же прекрасная и божественная, как Олечка. Ну давай смотреть. Эта пицца мясная. Вот. Посмотри, как она выглядит. Можешь понюхать ее. Выглядит замечательно. Я не сомневался, что это будет прекрасное зрелище. Нет, пахнет прямо шикарно. Вот так же шикарно, как, наверное, у Олины духи. Что ты делаешь? Я пытаюсь быть ближе к Ольге. Не просто мне так больше нравится. Ммм. Это лучшая пицца, что я пробовал. Но пробуй это снять. Вкусно. Нет, не хочу это снять. Илюха, можешь чем-нибудь сравнить эту пиццу? С моей первой любовью. Почему? Ничего не понятно, но так же завораживает. На самом деле, еды у меня тут много, Илюха. Это, кстати, вода от Ольги Бузовой. Называется Бузаква. Бузаква? Да. Интересное название. Мне говорили, что у воды есть память. Надеюсь, Ольга смотрела на нее. В какой-то момент мне показалось, что я поцеловался с Ольгой. Это чудесно. Ну что, Илюха, двигаемся дальше. Сейчас я достану все, что у нас есть. У нас тут еще три коробочки. Я, честно сказать, не очень помню, что это такое, но примерно могу тебе сказать. А запахи какие? Запахи? Ой, Илюха, это твоя тема. Это называется салат деревенский. Я же Грю для меня готовил. Смотри, тут картошечка. Смотри, ох, вообще помидорки. Ну, конечно, он такой немножко расхристнутый, вот здесь вот представлен нам, но чисто по ингредиентам все вроде знакомое. Какое-то мясо, но что это? Ну, попробуем. Вкусненько. Похоже на свинячьи хвосты. Вот салатик прям вообще действительно знатный. Все больше и больше убеждаюсь, что Оленька замечательная хозяйка. Я бы ее в жены с леда бы взял. Ну что, двигаемся дальше? Так, это у нас, как я вижу, буррата. Ты сказал буряты? Буррата, это такое, ну... Во, смотри. Ну, выглядит, если честно, как будто, знаешь, так, шмякнули его. Ну что, Илюха, давай пробовать? Давай. Ну что, вкусно? Вот это все, что я привез, стоит две тысячи. Ну, там, чуть поменьше. Да можно две недели питаться на две тысячи. Можно, но ты же в ресторане Ольги Бузовой. Можешь мне чуть-чуть оставить? Ну, нахай, кушай. Ты вилка? Да нет, зачем? Вкусно, сука. Ну что, у нас осталось последнее блюдо, это бус-цезарь от Ольги Бузовой. Названия у них, конечно, крутые, везде нужно добавлять бус, как я понял. Да. Ну, знаешь, типа, я своими бус-руками беру эту бус-еду и кладу свой бус-род. Ну, смотри, что ты вот можешь сказать, смотри, как аккуратно сделано. Да, я согласен. Прямо вот здесь вот курочка, прямо, да, видно, как прожарено, сухарики, ой, вообще красота. Ты пробовал когда-нибудь до этого, Цезарь? Ну, это как-то связано с мифологией? Да, с мифологией. А ты что, не знаешь эту историю? Какую? Ну, то, что Цезарь, когда приехал в Россию, он Петру руку пожал, а у Петра рука сыром пахла. Вот. И потом, Цезарь, когда ел макароны, вот, у него в голове сформировался салат «Цезарь». Логично. Буду знать, спасибо за информацию, Саша. Вот, Илёх, ты попробовал еду от Ольги Бузовой. Давай теперь подытожим. Что ты можешь сказать? Ну, ты знаешь, если бы я не знал, что это Ольга готовила, наверное, не было бы так вкусно. Я представлю, что она в своем эротическом фартуке стоит, всю эту баланду помешивает. А я к ней подхожу и хватаюсь за ее мус-попу. Аж шишка встала. Ребят, большое спасибо за просмотр. Илёх, большое спасибо, что ты пришел. Если вы хотите видеть Илюху чаще, смотреть, как он красиво ест, пишите в комментариях, приглашай Илюху еще. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Илюх, ну, а тебе большое спасибо, что пожрал бесплатную еду. Пожалуйста. Ребят, если вам понравился новый имидж Ильи, ставьте лайк. Там, я не знаю, что-нибудь делайте. Илюх, ну, выглядишь ты просто на миллион долларов. Ну, шикарно, да? Да, шикарно. Мне все говорят. Особенно мама.